Иван Ле Матвеев, 26 глава, пожалуйста, 58 стих. Давайте прочитаем 57, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Взявшие Иисуса, отвели Его к Каиафе, первосвященнику, когда собрались книжники и старейшины. И нам нужен 58 стих. «Петр же следовал за ним издали до двора первосвященникова и вышел внутрь и сел со служителями, чтобы видеть конец». Иван Ле описывает путешествие Петра. Друзья мои, я верю, что в Иван Ле есть некоторые намеки не просто на обстоятельства жизни апостолов, но Иван Ле содержит некое учение. Если вы понимаете, о чем я говорю, о том, как мы можем идти за Христом, друзья. И вот вам первый пример. Есть люди, которые, будучи в церкви, следуют за Господом, но они следуют точно так, как ходил когда-то Петр. Они идут за Христом как? Издали. Вы понимаете, друзья, что когда человек идет издали, это не значит, что он не видит Христа. Он следует на каком-то расстоянии, но цель его не упустить Христа из виду. Его цель не упустить Христа из виду. И он видит. И когда ты спросишь этого человека, имеешь ли ты общение с Христом? Он говорит, да. Потому что я вижу, Христос повернул направо, и я за ним. Христос повернул налево, и я за ним. Почему ты не приближаешься? Ну, мне так легче. Скажите, почему Петр не приближался ко Христу? Почему? Одна причина, друзья, страх. Одна причина, страх. И очень часто люди, которые ходят в церковь, они не приближаются к Господу, потому что у них есть страх. Потому что им надо будет дать отчет в своем, что? Уповании. Потому что надо будет отставить в сторону шахеры-махеры, которые они делают. Потому что надо будет отказаться от того, другого, третьего. А это страшно. Как я вообще без этого проживу? Как я это сделаю? Я не могу. И мне проще идти за Госпом. Ну, я же с ним. Я же вижу его. Я же понимаю, что он делает. Понимаете, друзья, большая проблема у людей, тех, которые следуют издали за Христом, в том, что когда ты следуешь издали, и вы знаете, о чем я говорю, вы пробовали следовать издали, если вы когда-либо в жизни следили за кем-то, наступает такой момент, когда он, ты чуть-чуть отвлекся, и что случилось? И он пропал. И он исчез. И его не стало. И ты идешь, и ты начинаешь, и найти его тогда очень и очень трудно. Я, если вы хотите практическую сторону, друзья, я могу дать вам пример практически. Я знаю, что человек, который следует издали со Христом, это те люди, которые абсолютно не проникают со служением церкви. Для них церковь, это нечто далекое, служение в церкви, это нечто такое, знаете, ну, эфемерное, и вся их жизнь, она проходит в церкви, но не в церкви. Есть такие люди или нет? Есть. Обычно на служение эти люди ходят очень редко. Знаете, как говорят братья, говорят, ну, вроде же незачем его отлучить. Незачем. Да, ну, незачем. Но я вам даю гарантию, что если вы следуете издали за Христом, рано или поздно, вы его из вида своего что? Потеряете. Он исчезнет. Он исчезнет. Он пропадет. И если, друзья, понимаете, и самое приятное мне в этой истории то, что рано или поздно Бог обязательно таких людей ставит на место. Понимаете, невозможно идти за Христом всю свою жизнь. Бог не потерпит это от нас. Но он не потерпит. И поэтому Петру пришлось за свои слова что? Отвечает. Поэтому Бог сложил обстоятельства в его жизни именно так, что ему пришлось встать и говорить, друзья. И вы понимаете, что человек, который идет издали за Христом, у него нету духовной силы, совершить правильное что? Исповедание. И тогда, когда ставят человека, который идет издали за Христом, перед выбором, этот человек готов отказаться от Христа. Когда наступают моменты выбора в его жизни, что выбирать? И есть малые выборы. Что выбирать сегодня? Собрание или работа? Что такое человек выберет? Работу. А потом, друзья, наступает большой выбор в его жизни. И когда наступает большой выбор в жизни человека, который издали идет за Христом, то он обычно этот выбор большой обязательно что сделает? Провалит. Это беда. Но некоторые, знаете, утешают себя именно тем, что я все-таки вижу Христа. Я пришел сегодня на собрание, он проговорил ко мне. О, я был у пророка. Пророк слово мне дал сегодня. Знаете, что еще меня, например, удивляет? Меня, я не знаю, почему так. Но часто, когда, знаете, мы наблюдаем за людьми, мы знаем их духовное состояние. И вот я вам скажу свое наблюдение. Может, я не прав, но это такое практическое наблюдение. И вот я видел одного человека, который, по моему мнению, именно был из этой категории. Он шел за Христом издали. И мы были на молитве, ему было пророчество. Как вы думаете, какое было пророчество? Очень хорошее. И я сижу и думаю, Господи, ну как так? Ну как так? Ну как-то, знаете, обычно с такими людьми очень тяжело беседовать. Знаете почему? Потому что они уверены в своей правоте. Они уверены в своей правоте. И уверены в своей правоте им дает именно то, что они не потеряли еще Христа из своего взгляда. Они еще где-то как-то замечают. И их утверждают, например, это пророчество, да? Я говорю, и я смотрю, и очень сложно с ними беседовать, и очень сложно их перебеждать. Знаете почему? Потому что, друзья, общение с Богом, личное общение, оно должно исходить не от пастыря, не я должен вас заставить приблизиться ко Христу. Я этого и не смогу сделать ни с кем из вас. Сколько бы я вас не убеждал, личное общение всегда исходит от твоего личного желания и что? И решения. Ты должен лично захотеть с Ним встретиться. Ты должен лично захотеть приблизиться, друзья. Ты должен лично захотеть разделить с Господом Его судьбу, какая бы она ни была. На крест, на крест, на смерть, на смерть. Но я буду близко возле Тебя. Я буду, Господи, с Тобою, друзья. Я не буду останавливаться. Я думаю, я основную мысль вы уловили, друзья. Не идите за Ним издалека. Приближайтесь к Нему. Я знаю, откровенно вам скажу, я знаю, что это страшно. Я знаю, как страшно бывает идти за Богом. Как сатана восстает на этого человека. Как вокруг него стягивается узел обстоятельств. И это всегда происходит с теми людьми, которые начинают искать Господа. Я не хочу приводить вам примеры. Посмотрите книга «Песни песней» на невесту, которая начинает искать Господа. И как там ее встречает, и люди ее бьют, и стражи на нее нападают, и покрывало с нее. Там у нее куча проблем, друзья. Знаете, почему? Потому что Ездор когда-то в третьей книге с ним говорил ангел. Мне нравится, это апокрифическая книга. И он дал ему такой прообраз или такую притчу. Он сказал, понимаешь, посмотри, говорит, на океан и на реки. Ну, он говорит, на море, по-моему, и не океан. И он говорит, вход в море очень узкий. Но говорит, когда ты пройдешь узость, ты достигнешь широты. И временами, друзья, мы не можем переживать то, что Бог дает сегодня для нас. Все вот эти обетования, о которых брат Петр говорил, друзья, именно по той причине, что нам не хватает сегодня личного общения с Богом. У Бога есть все обетования и все сокровища, которые написаны здесь в Евангелии, но они, друзья, принадлежат тем, кого Бог знает, любит, и кого Он называет своими. А если мы следуем за Богом издали, не утешайте себя, друзья, тем. Знаете, почему? Потому что, когда настанет момент, вы, наверное, обращали внимание, если вы спросите, друзья, как сегодня в церкви узнать, кто имеет личное отношение с Богом, а кто не имеет. Знаете, как? Все очень просто. Знаете, как? Я вам скажу, как. Когда у человека, который не имеет личных отношений с Богом, начинаются проблемы, кого он ищет? Кого он ищет? Он ищет тех людей, у кого есть личные отношения. И он... Я же ничего не придумаю, правда? Сидит Петр и говорит Иоанну. Что говорит? Спроси. А что ты, Петр, сам не можешь спросить? Мы еще сейчас к этому подойдем, друзья. Я читаю другое место. Очень популярное в христианстве место. Луки. Терпение. Я просто готовил на ходу. Не успел даже подчеркнуть места Писания. Десятая глава Луки. Тридцать восьмой стих. Это очень популярное выражение в христианстве. И я замечаю даже, что оно выбивает у нас такое умиление, когда мы говорим это выражение. Я сейчас его прочитаю. В продолжении пути пришел он в одно селение. Здесь женщина имени Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра имени Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же, заботясь о большом угощении, заботилась о большом угощении, и подошедший сказал, а Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. И вы знаете дальше, что говорит Христос. И я знаю, друзья, что даже псалмы есть на тему пребывать где? У ног Христа. Как вы думаете, тот, кто находится у ног Христа, он имеет личное общение с Богом или нет? Имеет или нет? Я вам скажу, что я не считаю так. И я сейчас объясню вам, я вам объясню, друзья, почему. Потому что есть категория людей, когда человек следует издали, друзья, и потом начинает приближаться к Богу, друзья. Первое, что он делает, что он должен сделать? Он должен изучить заповеди, которые Бог нам что? Дает. Он должен научиться чтить Бога по заповедям Господним. Он должен, во-первых, изучить закон Господень. Вот почему очень важно, чтобы вы ходили на разборы слова, друзья. Потому что тот, кто любит Слово, тот любит Бога. У кого нет общения с Словом, кому неинтересна Библия, друзья, тот никогда не будет иметь личное общение с Богом. И мы начинаем приближаться путем заповедей. Мы начинаем изучать, что можно, что нельзя, что правильно, что неправильно, друзья. И вы знаете, что проблема именно в этом состоянии есть в том, чтобы нам не превратиться в кого? В кого? В фарисеи. Фарисеи очень хорошо знали закон Божий. Они очень хорошо и прекрасно знали закон Божий. Они имели традицию, они имели традицию толкования. Они знали, спросите, знали ли они Писание? Знали. Знали ли они Бога? Они не знали Бога. Они знали Писание, но не знали Бога. Посмотрите, я вам сейчас приведу пример, и вы поймете меня, о чем идет речь, друзья. Смотрите, очень часто, когда мы начинаем приближаться к Господу, и мы начинаем изучать Писание, и мы начинаем, и мы начинаем знать Писание, у нас рождается, друзья, некая духовная гордость. Мы считаем, что мы кто-то пред Богом по той причине, что мы знаем. И мы начинаем учить друг друга, и мы начинаем надмиваться друг над другом, и мы начинаем брать Писание, друзья, и использовать Писание совсем не для того, для чего Господь его дал. Писание дано для изменения нашего сердца, сердца Христового. Писание не дано нам для того, чтобы мы сегодня ним козыряли, чтобы мы сегодня Писанием били друг друга, чтобы мы Писанием сегодня калечили друг друга. не для этого дано нам писание я был молодой брат я рассказывал это откровение но я буду повторять его вновь и вновь я очень хорошо знал писание хорошая память я хорошо запоминал писание и один друг мой засвидетельствовал сказал пышный тебя в угол никогда не загонишь ты всегда выкрутишься ты так хорошо знаешь писатель за выкрутишься и я был такой довольный что я такой знаете знать знаток писания а дух божий показывает в откровении на меня говорит саша у тебя есть паяльная лампа торч по-английски значит какой торт огненная золотая паяльная лампа и творишь с этой лампой ходишь по народу и вот так на народе ложки этим этим торчем этом паяльную лампу ты жжешь народ это была абсолютная правда потому что я знал писание и я мог так пригвоздить человека по писанию что человеку мало не показалось а я уходил с чувством удовлетворения потому что я отстоял истину друзья посмотрите на женщину взятую при любодеянии посмотрите на нее и окружает знатоки писания и все знатоки писания говорят смерть и ни один из этих знатоков писания не стал над на на место этой женщины хотя они все решили друзья я верю что в этом писал что в этом отрывке есть есть тайна друзья не знаю когда-то старые братья нам рассказали я согласен с этим знаете там написано он сидел и писал на песке есть одно место у пророка написано имена отступающих от меня я напишу на прахе и есть такое толкование верю она мне нравится что христос просто сидел и смотрел посмотрел стоит фарисей иван и пишет иван тоже блудник на песке до посмотрел стоит фарисей степан фарисей степан вчера тоже изменил своей жене и он пьяни знаю ли так было ли нет но он начал писать их не имена и когда они смотрят писание вы это не могли стоять они были обличаемы почему потому что друзья эти люди не имели общение с Богом, понимаете? Они не понимали сердца, сердца Божия, они не понимали, что надо делать в этой ситуации. Они думали, что правильно будет поступить с ней по Писанию, правильно будет забить ее камнями до смерти, друзья. Но тот, кто имел общение с Богом, никогда бы не поднял бы камень. Он бы был среди тех, которые были на стороне Христа. И мы временами думаем, друзья, что мы очень такие помазанные, мы такие мудрые, мы такие знающие Писания, мы рассудим, мы посудим, друзья, но очень редко, друзья, мы обращаемся к тому, как смотрят на эти вещи, кто? Господь, мы собираемся, у нас одна сестра начала грешить. Но не то, чтобы сильно начала грешить, начала деваться вызывающе. Самое большее нам, знаете, что не понравилось, что она была дерзкая к братьям, такая дерзкая, знаете? И все, мы собрались с братским советом отлучить, отлучить, все отлучить, отлучить. Но у нас была такая практика тогда, в то время, мы всегда перед тем, как что-то сделать, ставили нужды. Пишем нужду, пишем нужду, пишем нужду, ставим Библию нужду, молимся, сосуды, молимся, мы начинаем молиться, а Дух Святой говорит, краткое слово, я ее по сей день помню, Дух Святой говорит, так говорит Господь, если я, милую, что скажете вы? И я взял это откровение, прихожу, говорю, братья, на следующую братскую, вот так сказано, говорю, что будем делать? Будем отлучать или нет? Кто-то из нас решился отлучить ее, как вы думаете? Нет. Мы знаем закон, мы знали закон, друзья. И если бы мы сделали, мы сделали либо по закону, не было в этом никакого, но есть, друзья, сердце Божье, есть сердце Божье, которое на обстоятельства жизни человека смотрит временами не так, как мы. Вот почему, друзья, Давид поступал непонятно для всех людей. Он смотрит на Саула, ему все говорят, возьми меч, порази, отдает Господь твои руки этого противника, ты завтра будешь царем. Нет, я знаю, что хочет сердце Бога. Аллилуйя. Я не подниму руки. И потому, друзья, Давид названный человеком по сердцу Господнему. И потому, когда Давид падал, Бог ее не наказывал, Бог ее поднимал. И потому, когда Давид отступал, у него всегда была возможность возвратиться в милость Божью, потому что он знал сердце Господне. Друзья, я читаю последнее место Священного Писания. Вы должны догадаться, что я буду читать в конце. Вы должны догадаться. Опять ждите, я буду искать сейчас где-то здесь есть оно. 13 глава Иоанна. 23 стих. Тогда ученики, озираясь друг на друга, недоумевали, о ком он говорит. Один же из учеников его, который любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором он говорит. Он, припадший к груди Иисуса, сказал ему, Господи, кто это? И Иисус ему отвечает. Знаете, что интересно? Все уверены, что это Иоанн. Правда? Все уверены, что это Иоанн. Ну, кто еще может быть? Ну, Иоанн. Про Иоанна написано, что его любил Иисус везде. Все уверены, что это Иоанн. Но здесь не написано, кто это. Здесь нет имени в этом отрывке. Написано, там был какой-то очень... Ну, это же Иоанн писал. Он был скромный. Он не хотел себя прославлять. Я не знаю, друзья, так это или нет. Но Дух Святой, друзья, не дал имени здесь. Знаете, почему? Потому что там может быть любое имя. Я верю, друзья, что третье состояние человека это состояние у груди Господа. Почему, друзья, у груди? Почему такое вот человеческое состояние? Потому что, друзья, в груди находится сердце человека. Я когда-то, когда мои дети были маленькие, я их немножко обманывал, знаете. Я говорю, ты хочешь услышать, как бьется мое сердце? Говорит, да. Я говорю, приложи сюда. И когда они слушали мой грудь, я делал так, так. Да. Они говорят, папа. Я говорю, смотри, сейчас оно быстрее будет биться. И для них это было большое удивление, что папа может своим сердцем поверить. Да. Это было такое, знаете, такое близкое общение между мною и моими детьми. Ближе не бывает, друзья. Я верю, что это состояние человека, который имеет личное отношение со Христом. Это человек, который способен слышать биение сердца Господа. Поймите меня правильно, друзья, я не хочу говорить сейчас такими обыкновенными человеческими понятиями сердца Господня и так дальше и тому подобное. Я думаю, что вы должны понимать, о чем идет речь. Есть вещи, которые Бог хочет, чтобы они осуществились в твоей жизни. Есть вещи, которые Бог хочет, и чтобы ты сделал лично это, ты сделал. Он ожидает это лично от тебя. И это часто, друзья, проявляется на наших обыкновенных собраниях, когда мы просто с вами молимся, когда мы просто с вами говорим о Христе, когда звучит проповедь, когда звучит псалом, друзья, вы должны слышать его голос, который говорит к вам сегодня. И он говорит вам и говорит, сын мой или дочь моя, надо сделать то или другое, надо, чтобы ты вот так или так поступил, друзья. И вот с этого начинается наше личное общение. Наше личное общение всегда начинается с того, что мы начинаем послушаться нашему Господу. И когда мы начинаем послушаться, обычно, в самом начале, обычно Бог всегда дает благословение человека, который слушает его, Бог дает ему благословение. Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что когда мы начинаем иметь общение с Богом, Бог допускает потом в нашу жизнь проблемы. Бог допускает испытания. Это есть, знаете, это как супружеская жизнь. Не бывает, друзья, знаете, я встречаю одного молодого человека, они уже некоторое время прожили в браке. Я говорю, ну как у вас там? Все нормально. Он говорит, все нормально. Я говорю, с женой не ссорились? Ни разу не поссорились. Я говорю, что все так у вас? Да. У нас такая, такой мир. Такая благодать. Вы знаете, ему, как вы думаете, я ему поверил или нет? Да нет. Друзья, да не бывает такого. Да ну не бывает такого. Ты можешь мне сколько хочешь рассказывать, что ты такой правильный, такой хороший. Понимаете, разве что вы может с женой вообще не говорите друг с другом. Тогда да. Может так и проживете. Чтобы ни разу не поссорились. Друзья, будут у вас в семье добрые полосы, будут плохие полосы, будет вверх, будет вниз, будет по-разному, друзья. У нас было с женой, я не боюсь этого признаться, в этом нету никакого унижения для меня, друзья. Потому что это отношение, чтобы построить отношение, надо пройти доброе, надо пройти худое. Вот почему, когда Господь вывел Израиля из Египта, друзья, но ведь можно было сделать для Израиля все, мощеную дорогу, шведский стол с правой и с левой стороны, можно или нет? Можно. Можно сделать так, чтобы тень была над ними и солнце их не палило, и чтобы ничего, чтобы они прошли эту пустыню и еще за этой пустыней потом тосковали, потому что так было хорошо в пустыне. Но Бог никогда так не делает, потому что в пустыне, друзья, восстают отношения твои с Богом. Он тебя провел. Если вам интересно, просмотрите, как Бог вел Израиля, потому что это отношение Израиля, и отношения твои, это очень близко сегодня. Он тебя испытает, и голод будешь переживать, и то, и другое. И во всем этом Он хочет, чтобы ты научился, как Он тебя любит, друзья. И когда сегодня Он посылает рак в жизнь какого-то человека, это не значит, что Бог его не любит. Это значит, что Он любит его особенно, потому что Он дает ему возможность пройти эту раковую болезнь правильно. И если мы пройдем ее правильно, имея отношение с Богом, через нашу жизнь, послушайте, или через нашу смерть, все равно прославится имя Господне. Аминь? Все равно прославится имя Господне. Я могу жить, болеть и выздороветь, и ездить и славить Бога, но я могу прожить и умереть так, что люди скажут, слава Богу за то, как этот Саша Пышный отошел к Богу. Вот что говорит Павел об этом. Он говорит, я не только буду жить, чтобы прославлялся Христос, я хочу и умереть так, чтобы люди посмотрели и сказали, у этого человека было личное общение с Господом. Это тот, который знал его, это тот, которому можно подражать. Его примеры, друзья. Смотрите, Павел говорит, подражайте кому? Мне. Подражайте мне. Кто сегодня имеет дерзновение из нас стать и сказать за кафедру? Братья и сестры, подражайте мне. Но это был человек, который имел личное общение с Богом. У него было вверх, у него было вниз. Друзья, я заканчиваю это все. Если вы меня спросите, какая разница, послушайте, вот я когда эти места перечиту, я их раньше не понимал, но обратите внимание, вот вам пример, например, Христос и апостолы, я возьму еще пять минут, и мы помолимся. Христос и апостолы проходят в самарийское селение. Помните эту историю? И они заходят в самарийское селение, и самаритяне не принимают Христа. Я так, насколько я понимаю, это место, скорее всего, и понимая, кто такие были самаритяне, какие были у них отношения с иудеями, я думаю, что они оскорбили Христа. Я думаю, это не написано в Писании, но апостолы возбудились очень сильно. Вы обратили на это внимание? И апостолы, когда вы выставили Христа, выгнали его буквально из этого самарийского служения, селения, извините, что апостолы говорят? Что говорят апостолы? Давай мы пойдем и сведем огонь с неба. Как вы думаете, получилось бы у них свести огонь с неба или нет? Получилось бы? Я думаю, что получилось. Мы входим в вопрос предположений, мы не знаем, но я думаю, что получилось. Откуда они взяли идею огня с неба? Скажите. Они читали Писание? Они знали Библию? Они знали, что когда кто-то против пророка Божия, то на этих людей сходит огонь с неба и палит пятидесятки, и убивает, и разрушает, друзья. И скажите, правы ли они были? Да. Но знали ли они сердце Божье? Нет. И Христос им говорит, вы не знаете, это ключевой стих, послушайте, вы не знаете, какого вы? Духа. Понимаете, друзья, что закрепляет отношения наши с Богом? Наши отношения с Богом закрепляет присутствие Духа Святого. Когда в человеке есть отношения с Богом, такой человек служитель он, не служитель, присвитер он, неважно, но мы будем видеть, как Дух Святой струится через его жизнь. Мы будем видеть реально то, что когда он молится, Бог отвечает на его вопросы сверхъестественным образом. Это не просто было что-то такое, что можно придумать. Это было необычное движение и вторжение Божьей благодати в обыкновенную жизнь. Почему? Потому что тот, кто имеет личное общение, он имеет право, друзья, чтобы в духовном мире о нем знали, знали его имя, чтобы бесы знали его имя, потому что он имеет общение со святым, он бывает на вечерях у святого. Откройте, все стою у двери и что? И стучу. Что это такое? Бог приглашает. Часто, знаете, часто говорят, часто говорят, что это Христос вне, что это там, он стучит во внешнюю дверь. Я не верю в это, друзья. Я не верю, потому что он стучит, друзья, в ту комнату, в которой накрывается трапеза. Он говорит, если ты откроешь, то я что буду делать? Я буду вечерять с тобою. А вечеря – это признак особенностей. У него было много учеников, но на вечере было избраное количество. И он сегодня стучит, друзья, в ту комнату, где накрыта вечеря для нас. А мы с другой стороны закрылись и его туда что? Не пускаем. Откройте, друзья, дверь, и он будет с нами вечерять. И когда настанет момент, друзья, коронавирус придет в вашу жизнь, вы ее не будете бояться. Рак, еще что-то, будет не страшно. Потому что ты пойдешь в комнату, повечеряешь с ним. Он тебя напоит своим вином, он преломит для тебя хлеб. И ты будешь знать волю Господню. И ты выйдешь из этой комнаты, благословенный Богом. Ты встал на колени, помолился. У тебя трудность в жизни. Но ты пошел к Господу, и Он говорит тебе, я исцелю. Или говорит тебе, я не исцелю, но послушай меня. Будет вот так, и так, и так. Вы понимаете, друзья, насколько сегодня нам не хватает таких вот вещей, когда люди, я помню это свидетельство, я заканчиваю свою проповедь, когда человек встал и говорит, Дух Божий сказал мне, что я через такое-то, такое-то время уйду в небеса. Наступает этот день, этот праведник уходит к Богу, его смерть производит влияние в народе Божьем. Потому что народ Божий видит, что жизнь человека, она в руке Господней, что все, что нам надо, друзья, это быть близко к ним, не идти дальше, не идти за ним издали, друзья, даже не сидеть у его ног, друзья, но быть у его груди, как говорит Дния Песня Песней, насыщаться от его плодов, друзья, это то, что нам надо. Если у вас этого не хватает, совершите сегодня молитву, это между вами и Богом. Встаньте сегодня и скажи, Господи, мне не хватает, мне что-то не хватает, постоянно меня что-то отбирает у тебя, постоянно, когда я хочу найти время пообщаться с тобой, через слово, через молитву, постоянно, когда я хочу приблизиться к тебе, что-то восстает. Вы замечаете или нет, да? Как только собрался помолиться в тайной комнате, все, сразу дом наполняется работой, сразу надо то сделать, у кого маленькие дети, маленькие дети требуют к себе внимания, картошка горит, все, все сразу на кучу сваливается, и мы порой не понимаем, друзья, что это все только по одной причине, чтобы удержать тебя от того, чтобы ты вошел с ним в близость. Я думаю, что мы, друзья, склоним колени и помолимся Господу. И вот на моя просьба, и мы уже молимся. Друзья, ищите его лица, не надейтесь сегодня ни на кого. Наступает такое время, уже наступило, когда, друзья, Бог сделает так, что вы не найдете никого себе в помощь. Я говорю словом Писания, когда они, мудрые девы, искали для себя помощи, они эту помощь что? Не нашли. Почему они искали помощи? Потому что они привыкли к этому. Они привыкли, что рядом есть тот, кто и поделится, маслечко подкинет, того поддаст, за меня помолится, за меня побудет, друзья, наступает такое время, мы вошли в это время, когда вы не сможете ни у кого ничего не взять, не занять. То, что у вас есть, будет тем, чем вы будете располагать пред лицом Господнем. Я говорю это как пастырь церкви. Друзья, ищите лицо Господне, ищите общение с Ним. Пускай Бог вас в этом благословит. Аминь. Ава Отче, Дух Святой. Субтитры подогнал «Симон»